Он позволяет вам проводить тактическую разминку с автоматом, использовать автомат вместо шеста, как инструктор спецназа, ну то есть что угодно. Эти брюки позволяют делать что угодно, они в этом вопросе великолепны. Друзья, мы счастлив вас приветствуем. С вами я, мой друг, инструктор Дмитрий Грит. И что характерно, мы не в российском университете спецназа. Это, наверное, первый раз, когда мы вместе и не в российском университете спецназа. И мы собрались здесь. На первый раз, о котором можно говорить. О котором можно говорить вслух. Итч. Потому что блокопс. Блокопс. Ну вы понимаете. Блокопс. Так вот, друзья, и мы собрались здесь, для того, чтобы классно провести время, пострелять, поугарать. Но помимо этого, попробовать, потестировать и рассказать вам про новые брюки. В которые мы, собственно, прямо сейчас наряжены. Дмитрий, вы видите, в серых брюках. А я тоже так сделаю в черных брюках. В черных. Я специально делал черные брюки. Потому что брюки называются Black Ops. Ну вы понимаете, да? Так вот, это брюки от бренда БЛОТ. Данный бренд широко представлен в магазинах, в сети, в торговой сети Tactical Store. Нашего друга. О ком нельзя говорить. О ком нельзя говорить слух. Который на Владимира Ильича Ленина похож. Так вот, в сети, значит, нашего друга Романа Зиновьева. Смех смехом. Но мы хотим рассказать вам про эти брюки. Потому что брюки реально получились прямо хорошо. Смысл в чем? Концепция. Тактические брюки. Что значит тактические брюки? Это значит, что вам надо не в реальную войну в них ехать. В пески или там еще куда-то. А это брюки для того, чтобы ходить по городу. Но еще одновременно с этим вы могли в любой момент выехать на полигон, на стрельбище. И в них себя ощущать комфортно. Они в первую очередь сделаны именно для этого. Цветовые расцветки. Цветовые варианты, я уже сказал, серый, черный. Есть еще вариант хаки. Да, вот он вот такой. Его сейчас нет просто при нас. Просим простить и понять. Но они вот такого цвета. Есть еще вот такой. Нет третьего просто. У нас просто нет третьего. Был бы третий. Он был бы вот в таких брюках. Но пока вот мы в таких. Далее. Следующий момент. Что надо сказать? Материал. Значит, материал брюки данные воплощает концепцию неутепленного софтшелл. То есть это влага-ветрозащитный материал. Ответ он защищает очень хорошо. Отлаги он защищает, он пропитан тефлоном. Отлаги он защищает более-менее неплохо. Мелкий дождь он держит. Сильный дождь он, конечно, не удержит. Но они для этого и не нужны. То есть в первую очередь, конечно, данные брюки насчитывают на демисезон. То есть это осень, весна, зимой, естественно, под них лучше поддеть калики. Потому что могут замерзнуть самое стратегическое место. Надо его беречь. Так вот. Но для осени и для весны они подходят отлично. Далее. Материал, помимо того, что он воплощает в себя концепцию в шелл, он имеет определенную эластичность. Небольшую, но имеет. И в связи с этим он позволяет вам, данный материал, выполнять весь спектр. Мы потом покажем, да. Но он позволяет вам весь спектр движений выполнять. Бёрпи, крутить сальтухи, кульбиты, колесо там. Он позволяет вам проводить тактическую разминку с автоматом, использовать автомат вместо шеста, как инструктор спецназа. Ну, то есть что угодно. Эти брюки позволяют делать что угодно. Они в этом вопросе великолепны. Просто любой человек, который делает с автоматом тактическую разминку, любой... Для него незаменимы. Это незаменимы эти брюки. То есть этот человек, этот человек обязан просто быть в этих брюках. Я скажу больше. К сожалению, на данный момент брюки ограничены, насколько я понимаю, длиной 32, но в ближайшее время они ожидаются... Больше, короче, да. Я как только они будут, короче, я обязательно презентую инструктору, который любит тактическую разминку с автоматом, эти брюки 100%. Так вот, но смех смехом, идем дальше. Касаем материала, сказали. Вопрос, следующий момент, конструкция. Значит, в чем фишка данных брюк? Многие из вас скажут, что аналогичные брюки представлены 5.11, аналогичные брюки представлены у многих других компаний. Но фишка данных брюк в том, что они рассчитаны на переноску боекомплекта на 3 часа скоростечного боя для автомата Калашникова. Не для винтовки... То есть, переведи, просто не все знают, сколько это магазинов. 3 часа скоростреливаются. Это у каждого свое, но, значит, в данных брюках можно переносить 6 магазинов к автомату Калашникова. И немаловажный момент, что они, карманы, в которых вы переносите данные магазины, которые спланированы, сконструированы по данной магазине, они сделаны таким образом, что зуб магазина при извлечении никоим образом, ну, ни за что не сыпляется. Значит, смотрите, один, значит, я вам показываю с одной стороны, соответственно, все, что я говорю про одну сторону, все актуально про другую. Итак, у нас набедренный карго-карман на молнии. Он закрывается на молнии. Вот здесь вы можете увидеть, сейчас находятся два магазина к автомату. Скажу вам честно, они, причем не просто два магазина, а два магазина с патронами. Я специально засунул, для того, чтобы ощутить, насколько это эргономично. Естественно, да, забери лучше от меня подальше. Так вот, естественно, я, это не большое удовольствие носить в набедренном кармане два магазина к автомату. Но это сделать можно. И я скажу, что можно при этом даже бегать, прыгать, и особых проблем это не создает. Все. Они сделаны достаточной глубины, то есть вы можете отметить, что карман глубокий, но он сделан глубокий именно для того, чтобы туда помещалось два магазина. Кроме магазина, да. Александр не сказал, что там есть одна часть внутренняя на всю площадь кармана, и две вставки именно конкретно под магазин. Под магазин или под какие-нибудь мелкие части. Я хотел про это сказать, что вот это... Телефон, мелофон, мелофон. Очки. Очки. Кроме того, в данном кармане можно переносить бумажник, паспорт, ну, все, любой элемент и ДЦ набора. И, что немаловажный момент, у очень многих брюк карманы на молнии настолько крадут объем, что размещенный там предмет вы, ну, некомфортно вам переносить. Он вам мешает, доставляет неудобства, дискомфорт. В данном случае из-за того, что материал чуть, во-первых, он с небольшой долей эластичности, во-вторых, они, крой у них, скажем так, не узкий, а... Свободный. Он свободный. Его не называть мешковатым, он именно, вот, посмотрите, он не мешковатый, он именно свободный. Карман, несмотря на молнию, объем кармана крадется не настолько сильно для того, чтобы там можно было это размещать. Проблем никаких нет. Идем дальше. То есть здесь два у нас магазина, я показал, помещаются к автомату Калашникова. Далее, здесь карман, он тоже увеличенный в вместимости, довольно глубокий. То есть туда, если вы туда получите, например, ключи от дома, вы можете не волноваться, что вы их потеряете. Ну, вот, да, вот, вот такой глубины, видите. То есть там уже еще один магазин поместить, если что. Соответственно, ну, то есть здесь у меня ножик, ну, под правую руку нож. Далее. Но, я скажу честно, что я бы здесь бы магазин, Дим, не носил бы никогда в жизни. Неудобно. Ну, реально неудобно. Они помещаются, позволяют двигаться. С соседями поговорить. На этаж ниже спуститься, не только идти. Да, да. Но, но, обратите внимание на карман, который находится на правом и левом полужопе. Вот он, этот карман. Вот здесь магазин уже чувствует себя прямо удобно. То есть он, он, он относительно сильно торчит, но при этом он не доставляет вообще никакого дискомфорта. То есть я стою, и он у меня абсолютно не ощущается. То есть, грубо говоря, если нам будет необходимо осуществлять, например, перезарядку, то в данном положении он отсюда прям будет легко извлекаться. Все вы это будете делать, и никаких проблем не будет. То есть реально размещение магазина в данном кармане ощущается без проблем. Я с вами совершенно согласен, я с вами совершенно, спасибо. Я с вами совершенно согласен, что многие производители свои брюки на это тоже ориентируют, но чаще всего это относится именно к магазинам от арт-платформы. Для магазина АК очень часто туда вставляются с трудом и при извлечении цепляются зубом. Здесь данный момент полностью отсутствует. То есть вообще он абсолютно никоим образом никак не конфликтуется с карманом. Далее. Помимо вот этого кармана, над ним есть еще один карман. Собственно, задний классический карман. Скажу честно, я лично, я лично данный карман считаю данью, не знаю, чему данью, моде, традициям, стандарту. Потому что я ни в одних своих брюках никогда именно вот этот карман, вот этот вот, не использую ни для чего. Ну тогда можно туалетную бумагу получить, и то маленький сверточек, потому что если получить большой сверточек... Сейчас маска. Маска. Там маска. Маска, хорошо. Можете использовать данный карман для маски, я не использую ни для чего. Вот. Важно еще раз, на что обращаю внимание. То есть данные брюки позволяют разместить боекомплект, если вам вдруг придется в них воевать. Но, друзья, самая фишка, главная к ним, еще раз говорю, расширенная эргономика. То есть они никоим образом вам не ограничивают вообще никакие движения. Вы можете ложиться, вы можете лезть с автоматом, да? Я не знаю. Ну, чтобы было красиво, да? Чтобы было красиво. То есть они у нас надо в картах, в картах, надо на колено, на колено, надо как надо. То есть данные брюки никоим образом нам не ограничивают вообще наши движения. Это очень важно для тактических брюк. Я скажу, что если сравнивать, с чем сравнивать? С Апексом 5.11. У меня есть Апексы? Со страйкерами 5.11. С страйкерами. Я, значит, я с чем-нибудь путаю? Апекс и страйк. Апекс, они без карманов. А страйки с карманами? Но я могу, вот у меня есть страйки, я скажу, что вот эти поудобнее. Вот эти. Ну, да. Да. У них форма карманов другая. Во-первых, они поудобнее в плане движения. Во-вторых, вот у меня есть они. И в плане они поудобнее именно в плане того, что карманы у страйкера. Они вообще неудобны для меня. Я тут вообще ничего положить не могу. Они просто отписают. Ну, то есть, грубо говоря, туда же бумажник кладешь, он тебе доставляет дискомфорт. Здесь, в данном случае, вот у меня есть, они абсолютно никак не мешают. Друзья, еще один важный момент, естественно. То есть, конструкция, материалы, тоси-боси, растобоси. Еще один момент – износостойкость. Ну, и живучесть брюк. Про живучесть брюк мы честно вам сказать не можем ничего. Потому что они только-только-только появились в нашем. Это буквально суперновинка, понимаете? Которая сейчас представлена в магазинах «Тактикул». Будем носить, будем пробовать. И по итогу скажем про износостойкость. То есть, вы об этом, обещаю вам, узнаете первыми. Собственно, за все, Дмитрий. Огромное спасибо. Думайте сами, решайте сами. Иметь или не иметь. Да пребой сами сила. Пока. Продолжение следует.